Для вторичной переработки в Новосибирске теперь принимают не только бумагу, пластик и стеклянную тару, но и текстиль. К примеру, постельное белье можно сдать в магазине и при этом получить скидку на новый комплект. Как приживается модная экологическая привычка сортировать отходы, расскажет Анна Буянова. Бумагу налево, пластик направо. Система сортировки мусора в теории известна каждому. На практике сырье вторичной переработки в общих мусорных баках. Как научить сортировки отходов – вопрос для участников эко-квеста. Это очень удобно, что она может сразу скинуть туда и не нужно ничего заставать. Идеи приняты единогласно. Необходимо устраивать экологические акции, проводить конкурсы, учить сортировки мусора с детства. Теории разбиваются реальность. Места для четырех мусорных ведер под стекло, пластик, бумагу и пищевые отходы на среднестатистической кухне размером 3х4 нет. Ну вот и говорю, на балкон просто, на балкон. Это не должно было быть. Чтобы не хранить мусоров в квартире, в каждом районе Новосибирска работают пункты приема вторсырья. Адреса можно посмотреть на интерактивной карте. Так в магазине шведской мебели принимают постельное белье. Стать участником акции довольно просто. Нужно взять ненужный комплект белья, приехать в магазин, выкинуть в контейнер, получить свою награду. Сдать его в зоне обмена возврат в специальный контейнер и получить купон с 15% скидкой для покупки нового постельного белья, чтобы себя порадовать. В чем смысл этой акции? Он заключается в том, что все постельное белье, которое уже было в употреблении, мы запускаем в переработку. Добротные комплекты постельного белья организаторы акции отправят малообеспеченным семьям. Срок приема текстиля пока не ограничен. Анна Буянова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok